Небольшой опыт выступления в финалах турниров Большого Шлема. Она в этом году впервые играла в Уимблдон. А вот у бельгийской теннисистки у нее есть победа здесь в 2006 году. Финалистка еще она ранее была. Но и не только 2006, и 2009. И в прошлом году после... Молодец какая. В прошлом году после перерыва, по ходу, понимать, кто как строит свою тактику. Стараемся разобраться в этом плане. По 15. Моросмо и Барбара Шетт. Это сумело ли восстановиться? Глистерс, прекрасно. Молодец, Вера. 30-15. Здорово. Ровно. Первый мяч, а вот это первый промах. И в 100%. 15-0. Ветер не мешает, и можно поиграть в комбинационный теннис. Какие-то тактические замыслы реализовать задуманные. Ай да, Вера, молодец. Второй раз. Ну вот сейчас... Угадала. Угадала, Вера. Угадала. 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 Вот эта солидная компенсация взяла в сухую, под ноль. И опять ошибка. Три ошибки подряд. Правда, нужно вспомнить, как играли предыдущие два матча, которые выиграла Вера Звонарева. В этом году. Ну, это единственная, которая она вообще выиграла. Ну, я понимаю, о чём хотите сказать, потому что и в том, и в другом случае она проигрывала первый сет. А потом два последующих выигрывала. Фирменный шпагат. Да, я разложил. Да, прекрасно. Фирменный шпагат, конечно, ей не обойти, это сложно. Практически даже невозможно, просто физически невозможно набрать такое количество очков. От обороны играет сейчас Звонарёва. Да, загоняла её, загоняла Бельгийка. Просто загоняла и берёт. Под ноль. Выиграла ещё один гейм на подаче Звонарёвой. Ким Клейстерс. А вместе с ним... Ну, и сет. Посмотрим. 15-0. Хороша подача была. Хорошая такая степень надёжности. Ким. Значительно. Меньше она ошибается. И смотрите, ещё один розыгрыш. Это уже 40-0. И предыдущий... Не доводит, значит, до логического завершения. Ошибается на полпути. Пожалуйста, ещё один. 40-15. Набрать побольше статистики. По 15-15. И ноги прекрасно работают. Не только шпагат, но и подход к мячу у неё. Впечатляет. Впечатляет работу ног. Играть. Играть. Вот это, пожалуй, самый длительный розыгрыш. Хорошка в этом... Ты сейчас вот за этот счёт. Хорошо бы, конечно. Игра пошла. Молодец, Ким. Смотрите, как здорово укоротило. Какое очко важное выиграло. Стабильное наполнение этих комбинаций. Я понимаю, что это сложно. Это колоссальная степень ответственности. Всё на грани. Блестящее. Пошла игра. Вот то, что сейчас происходит. И вы раньше сказали... Боюсь, боюсь. Боюсь шелохнуться. Боюсь сглазить. Брейкпоинт был. Вон, что делает. Вон, что делает, Ким. Кайщурами. Говорить о окончательном счёте. Но мяч даже до линии не дошёл. Больше. Здорово играет. Не чувствуется её действия. Какая может быть паника, когда она выиграла 6-2, 7 геймов подряд. Сосчётом по два. Соперница заиграла. А вдруг сейчас всё... Нет, она продолжает свою гнуть линию. И... Гейм за ней. 4-1. Отыграла. Продолжить борьбу. Присутствует. Я имею в виду Звонарёва. Реализация этого. Внимание. У-у-у. Ну тут тоже. По 30. Удивительно. Молодец. Продача. Первый эйс, простите. Двойных-то уже три штуки. У Веры. У меня. Вот как приходится отыгрывать. Просто отпихиваясь от мяча. Вот это обман. Ещё один брейкпоинт. 5-1 и больше. И вот оно. Это очко завоёвано. И вместе с ним победа. В двух сетах. 6-2, 6-1. Ким Кляйстерс побеждает Веру Звонарёву. И одерживает третью победу на Юс Оупен. За свою профессиональную карьеру. Второй год подряд здесь, на арене Артурэша, торжествует это событие Ким Кляйстерс. Но вы знаете, что любопытно? Вот сейчас мы видим, как ликует ложа, в которой находится кубок победительницы Юс Оупен. И вы видите, по всей поверхности этого приза видны фамилии и даты. Это фамилии победителей, время, когда они заболевали это звание. Ну, появится ещё один раз, третий раз фамилия Ким Кляйстерс. И год 2010-й.